Здравствуйте! Меня зовут Сон. Я скажу несколько слов о предстоящем курсе. 8 основ обретения жизненной силы, киаи цигун и будет аспект звучания. Примерно 80% любых сегодняшних заболеваний относятся к разряду психосоматических, то есть они возникают по причине, скажем так, эмоций, по причине состояния сознания. И когда человек сталкивается с такими болезнями, то возникает определенная трудность, потому что все это вливается в конкретные физические симптомы, физические расстройства. Но поскольку причина является психической, то вылечить до конца бывает очень сложно, если вообще возможно, потому что нужно всегда устранять причину. С другой стороны, если человек обращается за психологической помощью и адресует проблему через, например, консультацию, работу с психологом, то очень часто, даже если человек хорошо разобрался в проблеме, не всегда может устранить саму болезнь, потому что понимания недостаточно, нужно что-то еще сделать, особенно если болезнь уже, скажем так, сконденсировалась, конкретизировалась и интегрировалась в физическую материю самого тела. И вот здесь как раз можно применить методы киаи цигун, где мы работаем с энергией, то есть мы используем определенные движения, дыхательные методы и также особые методы, связанные со звучанием, мы используем собственный голос, который использовался традиционно в течение уже многих сотен, даже тысяч лет, для того, чтобы мы могли адресовать подобные проблемы. То есть при помощи системы методов мы можем, скажем, подойти прямо к источнику проблем, а затем, используя специфические методы звучания, в данном случае резонансного звучания, воздействовать на собственный организм с тем, чтобы отделить эмоциональные составляющие энергии от физических, и затем мы можем уже, соответственно, поработать над тем, чтобы удалить, очистить организм, очистить, в другой стороне, и в то же время и сознание от последствий тех подавленных эмоций, которые большинство людей носят в себе прямо с самого раннего детства. Потому что именно в детстве мы сталкиваемся с ситуациями, которые могут быть травматичны для наших эмоций, и фактически мы получаем душевные раны именно в том возрасте, когда мы их не можем не понять, не можем защититься и не можем ничего с этим сделать. Когда же мы сталкиваемся в более зрелом возрасте вот со всеми этими вещами, очень часто мы теряем эту связь, а также не всегда понимаем, насколько важно подойти к проблемам всесторонних, то есть и физически, и психически, и в то же время, используя энергетические методы, уже, скажем так, адресуя причинный уровень физических расстройств, или же избавляться от последствий, скажем, болезней, пусть даже психических, на физическом уровне. И эти методы позволяют достаточно быстро и эффективно решать эти проблемы, избавляться от этих состояний, хотя, конечно же, это достаточно серьезный и длительный процесс, но, по крайней мере, вы можете уже достичь конкретного понимания и овладеть совершенно конкретными и эффективными методами для того, чтобы с этим можно было что-то конкретно сделать. Редактор субтитров А.Семкин